Приветствую, друзья, братья и сестры, гости, которые сейчас в собрании у нас. Сегодня я хотел бы как бы продолжить мою прошлую проповедь, в которой я говорил о съедающей нас ненависти и о милости Божией. Проповедь сегодня моя называется так. «Агнец Христос – это основа нашего прощения». Слово, записанное в Священном Писании, Иоанна 1, 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». У нас сегодня в собрании много гостей. Хотел бы немножко пояснить слова. Слово «агнец» означает «жертву». В Ветхом Завете для прощения грехов люди приносили жертвы. Это были животные различные, это были какие-то финансовые жертвы. И за каждый свой грех человек должен был принести жертву. Вот эта жертва называлась Агнецом. Еще называли ее Агнец Закланный. Христос – это Господь, Сын Бога Отца, Который пришел на эту землю и Который эту жертву заместил. То есть заменил ее, и нам, людям, которые живут в Новом Завете, язычникам в прошлом времени, нам открылась новая жизнь, новая Евангелие, по которому мы сейчас можем жить. Нам не нужно приносить жертвы каждый день за наш грех, ибо мы прощены, потому что нас простил Господь через принесение своего Сына в жертву. Итак, Агнец Христос – это основа нашего прощения. Вообще, что значит простить? Ну, в этом мире люди, когда живут, они считают, что простить – это значит забыть. Один из вариантов прощения – это значит просто забыть нашего обидчика, забыть, что нам кто-то принес какие-то проблемы, кто-то нас оскорбил. И вот это понятие, я думаю, каждый из нас это уже попробовал сделать, не помогает. Невозможно забыть наши обиды, невозможно забыть то, что сделали нам плохого. В памяти это остается на всю жизнь. Поэтому такие люди, которые ищут прощения в том, что они просто забудут, ну, как бы они по-прежнему остаются в этом состоянии непрощения, в состоянии Божьего, ну, как бы в состоянии внутреннего какого-то беспокойства. Некоторые люди смотрят, отождествляют прощение с оправданием того человека, которого им нужно простить. Ну, если человек совершил какой-то вредный поступок, если он совершил действительно что-то плохое против него, ну, как это можно оправдать? И, естественно, что это тоже человеку не приносит облегчения. Невозможно оправдать какую-то беззаконность, невозможно оставить, доверить человеку, ну, что вот просто так простить и все. Кто-то считает, что простить – это проявить слабость. И, знаете, в этом вопросе наиболее часто, да, в этом мире сейчас так и происходит, что если я прощу человека, который меня сильно обидел, значит, я слабый человек. Существует такая некоторая подмена понятий. Слабые люди у нас считаются те, которые умеют прощать, а сильными тогда людьми становятся те, которые не могут простить. Ну, мы сами все с вами понимаем прекрасно, что это не является в этом мире так. Наоборот, мы видим довольно сильных людей, которые могут простить что угодно и кого угодно, и в этом их сила состоит. Поэтому те люди, которые считают, что простить – это проявить слабость, это большое заблуждение в этом мире. Это не так. И еще много разных причин, которые люди ставят себе такие преграды, которые им препятствуют совершить это действие, совершить Божье действие прощения человека, который каким-то образом грешил против нас. Прощение имеет определенные плоды. То есть прощение – это исцеление. Ну, вообще это качество к нам пришло от Господа, Иисуса Христа, как я раньше прочитал. Человек способен прощать тогда, когда понимает, что он в этом мире заслужил такого прощения, огромного, всеобъемлющего. Вот мы читаем притчу, которую рассказывает Иисус Христос, что там Иисус Христос простил 10 тысяч талантов людям. Это сумма неподъемная для нас, вот каждого присутствующего здесь, это сумма просто неподъемная, невозможно выплатить за всю жизнь. И Иисус Христос прощает именно такую цену каждому из нас, кто пришел в это собрание. И когда мы осознаем вот эту глубину прощения нас, Господом, мы понимаем, что насколько мелочно и маленько нам нужно совершить прощение, для того, чтобы вот хоть немножко соответствовать нашему Господу. У прощения есть плоды. Прощение – это исцеление силой Бога. Это значит возможность принятия того человека, каким Он есть, принятия Его вот со всеми теми плохими качествами, может быть, какие у Него есть, принятие в свое сердце. То есть прощение – это работа прежде всего со своим сердцем, работа с собой, работа над собой. Прощение – это изменение внутреннего духовного состояния, нашего состояния. Часто люди пытаются, как бы ожидают, чтобы человек, которого они хотят простить, чтобы этот человек подошел и сказал, ну вот прости меня, я перед тобой согрешил. Но в Священном Писании есть примеры, когда, ну два таких красочных примера, когда Иисус Христос пребывал, ну был на кресте, был в страданиях, Он молился перед Отцом Своим и просил за людей, чтобы Отец простил их. Из этого следует, что Иисус Христос прощал своих обидчиков, даже несмотря на то, что они в этом не нуждались, они не просили Его об этом. Я понимаю, что прощение обидчиков, оно прежде всего необходимо для того, кто прощает, а не для самого обидчика. Плоды прощения – это доброе, внимательное отношение к тем людям, которые нас обидели. Плоды прощения – это радость общения, вот когда мы присутствуем вместе в собрании. Следующий подзаголовок проповеди я обозначил так – «Без прощения». Как этот мир жил бы, если бы в этом мире не присутствовало прощение? Я сейчас зачитаю Лука, 7 глава, 44-47 стих. И обратившись к женщине чуть-чуть выше, Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думай, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестала целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Но, знаете, вот есть в Священном Писании это место и еще записано место, о котором я уже чуть раньше сказал. Матфея 18, глава, 22 стих. Матфея 18, 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи жди семидесяти раз». И дальше он повествует притчу, рассказывает, ну я ее вкратце сказал уже, и сейчас поясню. Там говорится о том, что один взаимодавец прощает должнику своему непомерную сумму денег. И потом тот, кому было прощено, он выходит на улицу и начинает требовать сто динариев с того, кто должен ему. То есть этот человек, я понимаю, вот видите, два отношения к прощению Господом. Первое отношение, когда человек осознает прощение, он возлюбил много, он любит сильно, он любит бесконечно, и для него ничего не стоит простить вокруг окружающих себя людей. И второй вариант, когда также Господин прощает человеку много, но этот человек опять идет в мир, и опять он не примиряется с братом своим, он продолжает требовать, он продолжает как бы требовать исправления от своего брата, и не меняется сам. Это связано с тем, что насколько сильно мы осознаем то, сколько нам простил Господь. Насколько мы понимаем это? Недавно переслушивал вот путешествие Пилигрима, и там Пилигрим, когда идет в небесную страну, в начале своего пути, его груз становится сильнее и сильнее, больше и больше. И этот груз становится больше благодаря тому, что он все глубже вникает в Слово Божье, что он глубже изучает ту книгу, которую он нес с собой, Священное Писание. Он глубже познает Бога. И познание Бога, вот этот груз грехов, груз повинности пред Богом, оно увеличивает в человеке. А бывает, что люди как бы вроде следуют за Христом, но не ощущают этого груза. Не ощущают, что Господь простил им вот такую непомерную сумму денег или непомерную сумму грехов. люди считают, что ну вот как бы как я жил раньше, так я живу сейчас, не обращая внимания на то прощение, которое совершил Господь Иисус Христос. И в этом и разница в том, что можем ли мы прощать ближних своих или нет. То есть, если мы в полной мере осознаем то, сколько нам прощено, то мы не сможем жить по-другому, чтобы не прощать других людей. Каким бы был мир, если бы человек не был способен прощать, а жил по принципу справедливости? Ну, в этом мире мы видим, что основная часть людей, она живет по принципу справедливости. Вот сейчас идет тяжелая кровопролитная война. И чем больше она идет, тем больше происходит жертв, как с одной стороны, так и с другой. Тем больше горя у людей накапливается, тем больше вот эта вина в них растет. И этот мир, вот я все чаще и чаще слышу, что как бы переходит ту красную линию, за которую уже назад пути нет, нет пути возврата. Чем больше дальше заходят люди в грехах, в кровопролитиях, тем меньше шансов все это закончить путем мира. Для людей тогда прощение становится на второй план, для людей тогда справедливость выступает на первом месте. И многие люди сейчас требуют этой справедливости, требуют, чтобы это все дошло до конца. И кажется, что как будто уже невозможно все это закончить миром. И люди в Ветхом Завете, они именно так и жили. Они жили по принципу око за око, зуб за зуб. «Если у тебя украли, отомсти в четверо, если тебя обидели, отомсти». И это время, оно тоже было необходимо для того, чтобы человек осознал необходимость того, чтобы в мире появилось это прощение, в мире появилась милость Божья, которая бы могла прощать. Это было как бы предтечей к появлению Иисуса Христа. Для того, чтобы мы знаем, что ветхозаветные люди, они ждали этого Агнца, который должен был прийти и взять на себя весь этот грех мира. И люди осознавали, что без этого Агнца невозможно полное прощение и искупление грехов. И вот Агнец, заклонный на нас, он является нашим основанием прощения. Мир без Бога, он будет как раз-таки таким, как был Ветхий Завет. Мы все больше и больше будем удаляться от такого качества Божьего, как от плодов Духа Святого, как прощения. Следующий пункт проповеди я обозначил так. Мы нуждаемся в прощении. Иоанн, 1 Иоанн, 1 глава, 9-10. Если говоришь, что не имеешь греха, обманываем самих себя, и истины нет во мне. Также Иакова 3-2 пишет, что все мы согрешаем. Несмотря на то, что мы когда-то осознали вот это спасение, осознали действия искупительной жизни именно в нашей личной жизни, мы понимаем, что все мы каждый день согрешаем. Все мы нуждаемся в прощении Господа Иисуса Христа. И вот эта вот сумма, она, наверное, в течение нашей жизни она становится все больше, больше и больше. И Господь каждый раз, когда мы к Нему обращаемся, Он нас прощает, Он нас милует, и Он нас как бы возвращает в то состояние святости, в которое Он нас призвал когда-то. Потому что только святые люди могут встретить Господа, только святые люди могут, я считаю, что могут прощать только святые люди. Ибо возмездие за грех смерть, соответственно, если мы не примирились с Богом, если мы не имеем вот этого осознания качества прощения наших грехов, то наша жизнь может закончиться смертью. Жизнь людей, которые не примирились с Господом, есть как бы грехи к смерти, есть грехи не к смерти. Вот те люди, которые спасены, их грехи, они все равно грехи есть, об них пишет Иаков, все мы согрешаем, но эти грехи не к смерти. Мы всегда можем обратиться к Господу, покаяться и примириться с Ним. Но если человек живет в этом мире, и он еще не познал Господа, то этот грех как раз таки является грехом к смерти. Если человек живет с непрощенным грехом, то человек с этим грехом может и погибнуть. И с точки зрения Бога человек может быть либо осужден, либо оправдан. И мы каждый день нуждаемся в этом прощении. Чуть выше я уже прочитал, сколько раз нам нужно прощать. Ну, это довольно большая сумма, до 7, до 70 раз. Я думаю, никому из нас никогда не приходилось прощать такое количество раз. Это говорит о том, что прощать нам нужно столько, сколько нужно. То есть прощать нам нужно всегда, в каждую минуту, в каждый час, и никогда не оставлять чувство непрощения в своем сердце. Но самый сложный вопрос, как же все это сделать? Как сделать так, чтобы в нашем сердце не было этого грустного осадка? Ведь чувство непрощения в нас самих, оно разрушает нашу жизнь. Оно делает нашу жизнь неприятной. Оно ловит нас в сети. Вот как говорят, что христиане часто оказываются в сетях холодного мира. То есть мы вроде бы простили человека, но мы стараемся с этим человеком не общаться, мы стараемся этого человека избегать встречного взгляда, не улыбаться в ответ, либо мы всячески избегаем с ним встреч. И как тяжело тогда быть в этом христианском обществе, когда мы находимся в состоянии холодного мира. Вроде нет и открытой вражды, но на сердце есть какой-то тяжкий груз, который мешает нам иметь именно христианское общение друг с другом. Также иметь общение с нашими ближними, которых мы имеем в нашей жизни, не только христианами. Поэтому нам нужно очень важно понимать, действительно мы прощаем человека, либо мы живем под этим грузом холодного прощения, холодного мира. Какие же качества еще у простившего есть? Практическое применение для нашей жизни. Первое качество записал я не предъявлять счет. То есть если мы простили человека, то мы не можем уже предъявить ему никакого счета. Второе качество не требовать воздаяния или компенсации. Далее не мстить ни в коем случае. Следующее качество отсутствие каких-либо претензий и требований или любых если. Прощение без если. Это как раз то прощение которому учит нас Господь. Чтобы мы могли простить и для этого не было никаких условий. Простить потому что нас простили. Простить это значит миловать значит поставить выше возмездия. Еще простить это значит простить вину человека и сделать его в своем сердце невиновным. Прощение это оно выше всяких условностей и правил. Прощение оно выше законов кодексов инструкций и самое главное прощение оно гораздо выше справедливости. Справедливость это то качество которое преследует этот мир но это не должно быть в нашей жизни. Справедлив в нашей жизни Господь но нам для самих себя прежде всего для самих себя нужно быть справедливыми а для окружающих нам нужно быть прощающими. прощение это торжество милости и любви. Мы видим что когда прощена была женщина грешница то она испытала действительно великую радость и Господь говорит что таким образом она возлюбила много потому что ей прощено много. Еще очень важный смысл прощения состоит в том что через прощение мы можем распространять любовь к Господню. Опять же из этих слов что тому кому прощено много тот и возлюбил много. Соответственно если нам прощено много то мы любим много. Мы любим наших братьев и сестер и в этом является слава Господа нашего. Мы прощаем братьев и сестер даже несмотря на то что они виновны пред нами. Часто мы слышим истории когда наших братьев и сестер незаконно наказывают незаконно там какие-то страдания они испытывают но они со слезами с радостью с переживанием за своих обидчиков они молятся о них и прощают их. И для того чтобы простить действительно самое важное самое лучшее что мы можем сделать тяжело прям просто подойти к человеку и какие-то делать дела улыбаться разговаривать с ним сразу но это будет гораздо легче если мы будем переживать об этом в сердце своем если мы будем молиться за закрытыми дверями о том кого мы не можем простить если мы будем просить господа о том чтобы он дал нам это качество прощения если мы будем вникать в слово божье познавать господа для того чтобы осознать глубину прощения нас то тогда и последствия не заставят себя долго ждать тогда в церковь будет приятно ходить тогда общение друг с другом не будет нас напрягать мы не будем его избегать этого общения но мы будем получать радость от общения с братьями и сестрами а также радость от общения со всеми окружающими да будет так чтобы в нашей жизни не было ни одного непрощенного нами человека чтобы мы могли имели способность простить каждого аминь